Тайна. В недрах всех великих книгохранилищ галактики сокрыты пылящиеся манускрипты и хроники инопланетных племен, преданные забвению события и свершения времен I, II и III династии, а также эпохи завоеваний. В эру II династии, что предшествовала мирным векам, раса Нимс захватила всю изученную галактику и положила начало новой эры Золотого века. В мерцании сотен миллиардов звезд галактики первопроходцы бороздили наводящую тоску пустоту в поисках новых планет и пристанищ. Возводились величественные города с башнями, подпиравшими небеса. Колоссальные корабли, обремененные сокровищами Вселенной, молниеносно рассекали бескрайние просторы. На закате II династии галактическое правительство провозгласило эру научного прогресса, достигнутого посредством систематической разведки и тщательного зондирования всех до единой звезд и планет в пределах освоенной Великой Вселенной. Специально построенные корабли вели учет всем расам, формам жизни, существующим и вымершим, и химическому составу Оны. Они летели быстрее света, дабы исследовать и нанести на карту космос. К исходу III династии эти корабли досконально изучили и засвидетельствовали существование трех миллионов рас, от священных народов планеты Ригель-2 до сонных созданий с окраин галактики. Каталоги шести миллиардов звезд легли в стальные, нержавеющие запасники музейной планеты Калиостро, а работе не видно было ни конца, ни краю. Истоки галактики. Том 22. Толстыми и неуклюжими ногами от Т-5 месил зыбучие пески и смотрел, как воцветающее солнце садится за вереницу холмов. Одна на другой появлялись бледные звезды, сливаясь в лучезарную полосу света и великолепие в черном небе. А Т-5 побуждал свое медлительное тело передвигаться по небольшой долине к блестящему серебристому шару, сверкавшему в ласковых лучах Луны. Слабый ветерок поднимал со дна долины пыльные вихри, а воздух становился разряженным и холодным. Гладкая структура скалы, что возвышалась впереди, была разрушена, и на поверхности планеты виднелся небольшой круглый металлический предмет. Всего несколько дюймов в поперечнике. Объект выглядел неописуемо древним и вполне гармонировал с окружающими камнями. Если не считать отсвечивание потускневшего металла. А Т-5 нехотя остановился, чтобы подобрать находку, разглядывая ее с нарастающим изумлением. Стандартный отчет. Подраздел фрагмента 35. Галактика Северного региона. Экспедиция 4. Корабль 117. Приветствую вас, братья из центра. Докладывает КОНО-2. Обнаружена планетная система с Солнцем типа R2, где некогда существовала потрясающая цивилизация. Тайна третьей планеты, считавшаяся совершенно безжизненной, раскрыта. Ученый с Центавра по имени АТ-5 всего 9 зунтов назад обнаружил единственное уцелевшее свидетельство существования этой непостижимой расы. Все города давно распались на составные элементы. А эрозия стерла в порошок все следы цивилизации, за исключением одного. На поверхности планеты обнаружен небольшой круглый металлический контейнер, увязший в песке. Его назначение можно определить как всего лишь запись об эпизоде из жизни этой давно исчезнувшей расы. Эта любопытная коробка содержит очень длинную полоску. Изготовленную, по-видимому, из слюды, на поверхность которой нанесены многочисленные фотографии. Вы помните, что такое древняя фотография? Каждая из которых похожа на предыдущую. Хотя цвета немного и поблекли ближе к середине, они еще вполне сочны. Наши ученые озадачено карпели над ней на протяжении многих зундов, пока не воссоздали древний процесс ее использования. Путем быстрого прогона полоски сквозь сильный пучок света перед выпуклым стеклом, в результате чего на стене возникает картинка. Потом странные картинки приходят в движение. И какие это изображения? Я попытаюсь их описать, поскольку они богатый источник знаний об этой загадочной цивилизации. Картинки мельтешат, и обстановка меняется слишком быстро, чтобы получить о ней адекватное представление. Видимо, в этом странном мире обитали три совершенно разные расы. Показано по одному представителю от каждого из них. Кажется, крошечный представитель одной расы находится в рабстве у четверолапого Верзилы, который хочет загробастать невольника и гоняется за ним по огромному городу, построенному еще более гигантскими существами. Невольник на бегу хватает различные чудовищные предметы, намного превосходящие размерами его самого, и смело швыряет их скачущего в припрыжку Верзилу. Хотя эти многотонные штуковины попадают в Верзилу, похоже, они не причиняют ему особого вреда. Возможно, у Верзилы не одна, а несколько нервных систем, так как удары в лучшем случае всего лишь оглушают его. При этом его огромные глаза вылезают из орбит, пасть захлопывается, шерстистые конечности подкашиваются, и он как мешок плюхается на некое подобие серой травы. Но потом он снова вскакивает, и невольнику приходится улепетывать. Затем невольник садится на некое транспортное средство и влетает в маленькую пещеру, выдолбленную в склоне Большого Белого Утеса. Так как Исполин этого вовремя не замечает, то на него опять обрушивается мощнейший удар. Причем каждый раз при этом у него над головой возникают странные знаки и символы. Наши ученые считают, что это примитивная форма письменности. Так или иначе, Верзилы носится по городу, тщательно пытаясь поймать белого раба. Каким бесстрашием должен был обладать оператор при съемке таких сцен? Ведь огромное красноглазое чудовище всегда оказывается за его спиной. Как бы то ни было, вскоре появляется другой жуткий монстр, ужаснее прежнего. Огромные зубы и мощные лопищи делают его несокрушимым противником. Но оказывается, этот зверь и невольник — друзья-приятели. И завидев его, Верзилы сам пытаются смыться. И вот новый монстр нападает на Верзилу, и дерущихся тварей накрывает облако пыли. И появляются странные литеры и волнистые лучи света. Как велась эта съемка непостижимо. Теперь мы видим, что новое грандиозное существо победило в схватке. И бросает Верзилу, думая, что тот мертв. Оно оставляет бездыханное тело и собирается уходить с маленьким невольником. Но тут происходит нечто совсем уже непостижимое. Еще один гигант, настолько колоссальный, что видно только его исполинские ножищи, отрывает от земли тяжеленного громилу и вышвыривает его из города. В те времена поверхность планеты была устлана пышной растительностью. Все росло в полную силу. Мы не понимаем, что случилось с планетой, если горы сравнялась с землей. И все живое погибло вместе с творениями этой расы. Ведь их солнце еще не превратилось в сверхновую. Может, эти кадры были засняты в молодую пору этой планеты? Хотя наши ученые в этом сомневаются. Поистине, это была фантастическая цивилизация. Но, может, мы должны быть благодарны за то, что и планета, и все живое на ней уже вымерли. Должно быть, на этой планете существовала жесткая диктатура. Раз-дву, руки и создания были столь сильны, что могли перебрасывать гигантов за горные хребты. Мы считаем, что планета была охвачена страхом и ужасом, в самом, что ни на есть, первозданном виде. Мы отправим коробку на музейную планету после того, как Большой Совет изучит ее более обстоятельно и попытается раскрыть ее тайну. Эта запись действительно представляет собой большую ценность. Так что берегите ее, как зеницу ока. Таго, командир корабля 117. Но и Большой Совет оказался не в силах перевести или хотя бы разобрать странные каракули в финальной сцене пленки. Мультфильм «Том и Джерри». Рассказ был написан в 1940 году. Читал Андрей Абрамов. Мультфильм «Том и Джерри»